По-моему, первый раз такая выставка, связанная с дикорастущими растениями. И это очень полезно в плане питания. Мы не говорим отказываться от животной пищи, которая очень важна для человека. Но иногда забываем, что все, что растет, растительная пища, это наиболее полезно. Это и аптека, потому что большинство лекарственных трав могут больше и более эффективно помочь всем нашим гражданам. Это экономика. Огромное количество людей живут в сельской местности, связанной с тайгой, лес, там, где все это произрастает. И для них это образ жизни, среда обитания. Это и туризм тоже. Поэтому это все, что растет в лесу, в тайге, в горах, все это, то, что наши граждане испокон веков, с детства привыкли собирать. Но, может быть, это было только для семьи. Там, лукошка, немножко там, ягоду собрали. А это, может быть, более широко все развернуто. Государство должно помогать, видимо, и Министерство сельского хозяйства, и природных ресурсов, и местные органы власти. И, видимо, нужно какие-то восстанавливать заготовительные конторы, которые могли бы помочь. Все, что дарит нам природа, собрать для питания, использовать. Тем более, вот наше пространство огромное. Возьмите та же Сирия. Мы видим, так сказать, города и пустыня. Там ничего в пустыне не растет. Я ехал по этой пустыне часов восемь. Всю ночь нужно ехать, потому что днем жара. Там ничего нету. Песок. А это вот у нас богатство, лес наше вообще. Несметный богатство. Не все знают. Не все, может, понимают. Нас больше пугают этими клещами энцефалитными. Человек боится в лес войти. Хотя это кладовая наша. Это, конечно, минус каким-то таким вредным насекомым. Но это богатство, наверное, только у нас, у России. Такое огромное пространство, покрыто лесами, тайгой. И климат такой вот умеренный, когда все это растет. Там на юге мог быть экзотика. Теплое море. Но там выжженная пустыня. Поэтому надо все это всячески поддерживать. Такая выставка на первый раз. Да, Владимир Иванович? Вот только наконец мы созрели, чтобы могли приехать сюда, показать, чтобы чиновники увидели и все наши граждане. Поэтому будем всячески поддерживать. Потому что здоровье, это отдых, это туризм, это экономика. Это правильное вот наше отношение с природой. Ибо это все растет каждый год. Но она, может быть, загнивает, засыхает. Мы не успеем собрать. Но чтобы все знали, что это самое полезное. Все, что нам дает наш лес, наши травы, наши ягоды, орехи и все остальное. Поэтому это только нужно поощрять. И большинство людей должны летом этим заниматься. Городские жители должны ехать туда. Сельский туризм. И вот они должны общаться с природой. А не ехать туда, где теракты, взрывы, так сказать, и толку мало. Поэтому очень рады, что комитет наш такую выставку провел. И будем всячески ее поддерживать. Продолжение следует...